Сразу 8 златоустовских боксеров выступят на первенстве Уральского федерального округа. Таким триумфальным результатом завершилось первенство области по боксу среди юношей средней возрастной группы. На этих соревнованиях воспитанникам 5-й спортшколы Олимпийского резерва удалось завоевать 12 комплектов наград. 5 золотых медалей и еще 3 серебряных и 4 бронзовых трофея удалось выиграть златоустовским спортсменам на первенстве Челябинской области по боксу среди юношей среднего возраста. 13 участников было в сборной города и 12 из них вернулись домой с наградами. Ни одна команда соперников даже близко не смогла подобраться к такому результату. По результатам мы так же, как и по старшему возрасту, старшие юноши у нас заняли первое общекомандное место, так же эти ребята, средние юноши тоже заняли общекомандное первое место. 4 боя, 4 победы – таков личный турнирный счет Никиты Реброва. У молодого спортсмена за плечами уже есть награды высшей пробы на всероссийских соревнованиях. Однако златоустовец считает, что на любой бой нужно настраиваться одинаково серьезно. На каждый бой нужно настраиваться, не бывает легких соперников. Чуть-чуть не поднастроился уже, все, можно считать, проиграл. Ну, как тренера подготовили меня к этим соревнованиям. Всю работу мы хорошо провели. Сборы вот у нас были. Ну, я думаю, что считаю, что победу я заслужил. Для Максима Сафина первенство области стало своеобразным реваншем. В прошлом сезоне воспитаннику пятой спортивной не удалось добиться желаемого результата. Зато в этом году ничто не могло помешать спортсмену добиться поставленной цели. Как говорит сам, секрет успеха в хорошем настрое. В том году я не выиграл первенство области. В этом году натренировался и выиграл. Это как бы первая ступенька. Ее нужно преодолеть, чтобы выиграть первенство Уральского федерального округа и идти дальше. По три боя провели на первенстве области Лев Ажоркин и Андроник Айрпетян. Льва не смутило даже то обстоятельство, что все соперники оказались старше его на год. Он, как и его друг по спортшколе, уверенно дошел до финала и стал победителем. С первого раунда вышел и начал работать первым номером. И выиграл все три раунда. После первого раунда уже там, там уже собрался. И там уже начал нормально работать. И постарался. Вот получилось, что там первый занял. Сейчас вытавлюсь на Урал. Золотой почин златоустовцев двумя победными боями поддержал и Евгений Лыжин. Его превосходство на ринге было таким заметным, что судьи были едины во мнении о победителе. Первый бой с местным из Магнитогорска. Получилось, что все судьи за меня проголосовали. Второй бой был из Челябинска. Также хорошо отбоксировали. Сейчас пять победителей и три серебряных призера первенства области готовятся к новому этапу первенства Уральского федерального округа по боксу. Во второй половине марта воспитанников пятой спортшколы ждут сборы в составе сборной региона. А в апреле они отправятся на соревнования.